Перед вами 33 случая, которые удивят, заставят улыбнуться и даже содрогнуться от неожиданности. Канал «Узнай больше» – вперёд! Часто ли удается видеть посреди проезжей части крылатый автомобиль? Возможно, у такой машины даже название звучит особенно – «Бэтмобиль». Непонятно откуда появился несущийся прозрачный надувной шар с человеком внутри. Его увидели многие, прежде чем он скрылся. Эти самаритяне помогли пожилой паре сесть в автомобиль. Ничего сверхъестественного, если не брать во внимание, как выглядит этот парень со спины. Человек деловитый и целеустремлённо шагает. До тех пор, пока из-за угла откуда ни возьмись не появляется группа странных людей, одетых в костюмы животных. Прекрасный Ламборгини. Ему удалось привлечь к себе внимание, но какой ценой? Похоже, водитель задолжал каждому, в кого врезался или задел. Странный персонаж в костюме милой птички Твитти вышел на дорогу и пытался троллить полицейских. Кто же на самом деле был скрыт под костюмом? Так и осталось тайной для свидетелей. Именно вот так должны убирать снег машины с автомагистралей. Местными жителями был замечен носорог, забрятший на улицу деревни. Непонятно, как он попал сюда. Возможно, такая прогулка полезна ему для расширения кругозора. С собаками он уже познакомился. Совсем неожиданно на дорогу вышли протестующие и заблокировали проезд Борису Джонсону. Очень похоже на то, что они не согласны с его пропагандой об экономии ресурсов и смене климата. Кажется, багаж не поместился на заднем сидении машины. На этом и нужно было остановиться, а не пытаться натянуть его поверх поклажи. Что тут скажешь, бывали дни получше. Жил-был парень, который поспорил с товарищем на пинту пива о том, что три раза подряд его не забрызгают проезжающие автомобили. Наверное, оно того стоило. Произошло нечто невероятное, когда в одном конкретном месте просто палил дождь. Это в то время, когда в окружающем пространстве не было абсолютно никакого дождя. Одинокий жираф прогуливается среди машин. Одного из водителей эта странность не смутила. Почему бы и не угостить животное? Может быть, именно этого и хотел жираф. Угощение. Лихо мчащийся. Грузовик сотворил столько беспокойства. К счастью, все участники движения остались в безопасности. Странно оформленный президентский кортеж завладел вниманием зрителей. Что должен делать водитель гоночной машины, подъезжая к лежачьему полицейскому? Маневрировать, конечно же, несмотря на то, насколько роскошный у него автомобиль. Похоже, у этого человека две жизни. Машина могла раздавить его. Она едва не попадает в счастливчика, когда тот уходит от опасного удара. Автомобильное движение остановилось на обочине. И в это время промчались танки военного назначения. Не каждый день видишь танк среди машин. Этот водитель получил мгновенную карму после того, как чуть не сбил девушку, ударив ее по ногам. Вот так это было. Если инвалид преграждает путь в Ламборджине, то владельцу машины ничего не мешает разобраться самостоятельно с ситуацией. Эти грабители садятся в машину и пытаются рвануть с места инцидента. Но есть добрый свидетель, который понимает суть ситуации и не позволяет им уйти. Таким образом, он несколько раз блокирует в Арамб подъездную дорожку. В некоторых случаях кролика можно просто материализовать. Так умеют не только волшебники. Пьяная женщина тормозит свою машину среди дороги, чтобы сделать это. Эти парни прекрасно справляются со скоростью и музыкой одновременно. Как им пришло в голову такое. Главное получать от своего изобретения удовольствие. Женщину спасли от гибели буквально несколько дюймов, когда она уклонялась от проезжающего поезда. Девушку чуть не сбил проезжающий параллельно трамвай, пока она позировала для видео. Можно заметить, как один из пассажиров за ее спиной качает с недоумением головой. Женщина неподвижно лежала на дороге, и эти кадры заснял видеорегистратор. Когда подъехал полицейский, оказалось, что женщина потеряла самообладание из-за выпитого в больших дозах алкоголя. За что она позже понесла административную ответственность. Этот парень увлеченно снимал момент столкновения поезда с разбившимся самолетом. Вот только сам он едва не пострадал. Фургон буксировал по воску с лошадьми. И все могло бы произойти иначе, если бы не этот пьяница, вышедший на дорогу. Парень забыл включить тормоз на время заправки машины топливом, и вот что вышло из этого. Эта гонка напоминает нечто из видеоигры. Объезд машины, затем выезд на перекресток на красный свет и пересечение разделительной полосы. Машина оказалась не на той стороне дороги, она проносится мимо других машин и продолжает движение на юг. И вот, водитель машины уже идет пешком, а затем пытается бежать и попадает на охраняемую территорию. К сожалению, бежавший не предусмотрел нападение собаки. Ворота железнодорожного шлагбаума вышли из строя. Проезжающий автомобиль едва не был сбит. Временной промежуток безопасного проезда для него оказался слишком ограниченным. Женщина заметила кошку на обочине моста. Животное оказалось в безвыходном положении, в ловушке. Скорее всего, вы также не смогли бы проехать мимо, как и эта женщина с добрым сердцем. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте большой палец вверх, если вам понравилось видео. И не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе событий. Увидимся с вами в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»